Привет, дорогие мои друзья! Давайте-ка я вам быстренько расскажу, о чем сегодня пойдет речь в моем видео. Итак, сегодня в выпуске я вам расскажу о нашей великолепнейшей поездке в Монреаль, о первой неделе в школе и габином кружке, школьный комитет, а также о том, как не бояться очистить жирный и грязный мангал. Оставайтесь со мной! Вон иду, вон там. Ой, садик Идошенькин, садик. Вот здесь. Наташа поняла, что мы хотим сделать садик фотографии. Я встала сюда, да? Просто заедь, развернись и поедем. Что здесь делать? Просто круг почета. Да, Идоша, вот здесь ты ходил в садик. Это твой садик был первый. Е-е-е-ей! Таташа поняла, да? Да, смеется. Вот, Идоша, вот ваш дом. Кумар, да. Вот здесь мы заезжали в парковку. Внизу. Да. Да. Да, это Санни Брук. Кость, медленнее можно ехать немножко? Вот. Вот. Ну вот, мы и сходили. Это наш дом. Здесь ничего не видно. Ну что, дорогие мои друзья, привет! Давно не виделись. Ну, именно вот так, лицо в лицо. Немножечко хочу вас ввести в курс дела. Как у нас новости? Как у нас какие дела? И начну, наверное, с конца. Как я в последнем видео вам сказала, мы едем в Монреаль. В принципе, у нас с друзьями есть такая внегласный-гласный закон, традиция, которую мы сами себе придумали раз в год встречаться, наши друзья в Монреале, встречаться на Лейбордей, на День труда. То есть, либо они к нам едут, либо мы к ним. Они к нам приезжали три раза, мы у них были один раз, по-моему. Вот. И два. Два раза мы были. Вот. И, в общем, мы соблюдали традицию, при том, что наши друзья уже купили себе дома. В общем, мы очень отлично у них провели время. Но, помимо этого, хочу вам сказать, что вот я не была в прошлом году в Монреале, но в этом году Монреаль произвел на меня просто неизгладимое впечатление. То есть, естественно, где мы гуляем? Старый порт Даунтаун. В Даунтаун делать нечего, потому что он сильно не отличается от других Даунтаунов. И, по большому счету, действительно, ну, нечего там делать. И, естественно, все идут гулять в Старый порт. И, о боже. Во-первых, количество людей, которые там всегда присутствуют. И в этот лонг-уикенд тоже там было очень много народу. Будет смешно, но скажу вам, что я встретила свою соседку из Торонто, с которой мы два года последних не виделись. Мы увиделись в Старом порту Монреале. Это было очень забавно и смешно. Погода нам, как сказать, шла навстречу. И просто было великолепно. Было не холодно, не жарко. Прекрасно для прогулок. Старый порт просто красавчик. Все так они перестроили. Ну, не перестроили. Перестраивать там нечего. Потому что там как бы это вся красота. Да и есть вот эта историческая красота. Но как они ее поддерживают красиво. Построили дополнительные смотровые площадки для кораблей. Какое-то там вот это вот новое чертово колесо. Ну, вот это большое колесо обозрения, значит, до которого мы так и не дошли. Но, так сказать, есть причина вернуться. В общем, великолепные, шикарные виды старого порта Монреале. Я всем рекомендую настоятельно обязательно там побывать. Если вы даже один день проезда, несколько часов, обязательно попадите именно туда. Потому что вот это вот та основная картина, из которой будет состоять ваше представление о Монреале. Потому что, в принципе, в остальном это обычный канадский город, который ничем другим, скажем, от того же Торонто. Вот, например, центральная часть Монреаля, она ничем не отличается. Загородные как бы домики. Все достаточно типично, все достаточно похоже. Поэтому, пожалуйста, будете в Монреале обязательно погулять в Старом Порту. Особенно теперь, когда там много всяких интересных дополнительных аттракций появилось. Также было приятно встретить подписчиков в городе. Это, конечно, не совсем. Я не могу к себе причислять. Это больше подписчики из Костиного канала, которые его смотрели. Ну и также какие-то мои видео. Поэтому мы сфоткались. Фото на память. Спасибо вам, ребята. Было действительно приятно с вами увидеться. Поэтому это о поездке в Монреале. Субтитры сделал DimaTorzok. А сейчас я плавно вам расскажу, как детки вернулись в школу. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, я не знаю, с чем связан бег времени. Либо с тем, что у меня было очень занятое лето. Либо с тем, что детки подросли. Лето пролетело невероятно быстро. При том, что мы не путешествовали много. Мы не ездили в Америку. То есть были какие-то мелкие путешествия здесь и там. Но вот сказать вам, да, что вот прям лето было, я его почувствовала, нет. Из-за жары мы почти всегда были дома, вы знаете. Погода была именно с жара. Ну, как говорится, Инна, что ты complaining all the time? Что ты постоянно жалуешься? Я не жалуюсь. Но я просто говорю, что зимой сидим дома холодно, а летом сидим дома, потому что жарко. И так вот получилось в этом году. Немножечко смешная ситуация. Ну, мы, конечно, выезжали, что-то видели, где-то гуляли. Вы, в принципе, все это время были с нами. Так что вы в курсе дела. Вот. Ну, и как-то незаметно нас успел учебный год. Для детей и Доша вообще, говорит, я не почувствовала этого лета. Только было лето, не успела начаться. Вдруг уже опять учебный год. Пятый класс, ребята. Только вспоминаю, как вчера он шел в первый класс. Какой он был смешной малыш. Какой он был хорошенький. И как он уже вырос за это время. И, конечно, что, как бы, с одной стороны, хорошо. Каждый год, вы знаете, класс тусуют. И все они в параллели, дойдя до пятого класса, уже все знают друг друга. То есть там нет никаких сюрпризов, неожиданностей. Поэтому он пришел как к себе домой. Единственное, что ты не всегда знаешь полный комплект, кто с тобой в классе. Вот. Но ты пришел, он увидел все его знакомые. В принципе, хорошие детки, хорошие приятели. Один его друг ушел в другую школу. Ему по этому поводу грустно. Но ничего, буду встречаться на плейдейтах и днях рождения. Поэтому, в принципе, больших каких-то перемен нет. Новых переменов не появилось. Все продолжается в том же духе. Поэтому, в принципе, об этом рассказывать нечего. Единственное, что интересно, это то, что с пятого класса в нашей школе ученикам вводят локеры. То есть у них уже есть свои ящички, шкафчики, в которых они могут вешать свои зимние вещи, переобовку ставить, оставлять свои рюкзаки, какие-то там мелочи и так дальше. То есть как у взрослых. Как в кино. Поэтому с этим локером немножко тоже было мучение. Нужно было подобрать хороший замок, который бы он смог открывать. Потому что это коды, все такое. Потом, значит, какие-то туда купить магнитики, чтобы он что-то мог себе примагничивать. Потому что же у всех, у него же не хуже. Поэтому тоже пока я ему подобрал один день, он принес замок. Потом он приносил вот эти все, так сказать, внутренности для локера. И в последнюю очередь он уже принес полочку, на которой будет ставиться переобувочка зимой. То есть под которой будет ставиться переобувка, а на которой будет ставиться рюкзак. Чтобы он не промок и не был мокрый, знаете, из ботинок стекает вода. Поэтому, в общем, это что касается и дож. О, Габулечки, в принципе, она уже ждала. Говорит, мама, ну когда садик? Ну, когда садик? Она ждала своих друзей. И, в общем, для нее тоже транзакция во второй подготовительную уже группу первого класса прошла хорошо. Ну, прошла только неделю, поэтому сильно много сказать вам ничего не могу. Но достаточная атмосфера, я поняла, приятная и дружелюбная. Что касается меня, я решила в этом году немножечко больше поучаствовать в школьной жизни. И, можно сказать, уже вступила в родительский комитет школы. Здесь нет родительского комитета класса. Здесь есть школы. То есть ты входишь, если у тебя есть какие-то предложения, или ты хочешь как-то помочь, поучаствовать в каких-то проектах, волонтерствах, то, пожалуйста, ты можешь. Поэтому я решила пока, что у меня сейчас учебы нет. Работа, которая у меня есть, это партайм. Об этом мы будем говорить отдельно в следующем видео, в котором, кстати, я буду отвечать на вопрос по поводу своего образования, как я выбрала для себя именно эту профессию. И в отношении школ. На те можно найти такие школы, чем, например, они хороши. Об этом в следующем видео, потому что было бы несколько вопросов на эту тему. Вот, поэтому времени у меня немножечко сейчас больше есть. И я могу несколько раз в неделю помогать ходить в школу там на час. Поэтому это то, чем я тоже буду заниматься. Об этом мы будем говорить больше, про жизнь школы. Так что я теперь в жизни школы, по крайней мере, в этом году хочу поучаствовать. Габочка у нас пошла на свой первый активити в арт-студию. Это студия на дому, как много бизнесов здесь ведется в бейсментах. Организована великолепная студия. Работает шикарнейший профессионал. У нее очень много студентов. Мы были очень рады к ней попасть, потому что попасть тоже тяжеловато. Из-за того, что у нас еще есть специфика возраста, и мы не можем. А бы в какой день, а бы в какое время, нам желательно время утреннее. Вот, поэтому это только выходные. Поэтому мы очень надеялись, что будет. В общем, место получили. Мы очень довольны. И Габочка получила массу удовольствия. Они работают с разными текстурами. Они и рисуют, и карандашами, и красками, и делают аппликации. То есть там все-все такое разное. И она именно готовит детей. Она как бы, ну, помимо того, что она, вот эта учительница, готовит детей к поступлениям. Кто хочет в арт-школы какие-то, или там дизайнерами стать, или там какими-то, я не знаю, архитекторами. Она готовит к поступлениям, готовит работы. Но также она обучает детей не просто, вот, прилепите здесь глазик, здесь ручка, здесь сейчас мы нарисуем звездочку. А она рассказывает о красках, о цветах. Как они сливаются, как это все работает. Почему? То есть великолепно, это то, что мне нравится. А вы знаете, Габочка у нас с раннего детства любит рисовать. У нее это неплохо получается. Я довольна. Мне не нужно, чтобы она стала художником. Но, как бы, если у тебя есть какой-то талант, да, поддержать ребенка. Ой, сообщение. Поддержать ребенка в этом направлении, мне кажется, да, нужно. Так же, как и до. Я не жду, чтобы он был у меня великим пианистом. Но если у него это есть, у него легко это получается. Почему бы это не поддержать, да. То есть это будет, как какой-то, я говорю, advantage in the life. Какой-то приоритет по сравнению с кем-то рядом. У кого-то другие будут приоритеты. Но у него есть тоже свои приоритеты. И почему бы их не развивать. Поэтому это то, что касается вот первой недели в школу, их неактивности. Вот. Поэтому, ребятки, это все на сегодня. А также посмотрите, я для вас сняла небольшое видео, как не бояться чистить грязный, жирный гриль, барбекю, мангал. Называйте, как хотите. Я была рада быть с вами. Это было быстро-быстро-быстро обо всем. Скучаю, жду ваших комментариев. И увидимся в следующем видео, которое будет посвящено волосам. Пока! Всем хорошей недели. Сегодня приходят к нам гости. Надо почистить. Мы будем делать бургеры. Они будут гореть. Горят они за счет того, что вот жир, вот эта все грязь скапливается. В общем, короче, сейчас буду это все чистить. Вообще, в принципе, нужно чистить это два раза в сезон. Вот. Так что я почищу. Покажу вам, какой это будет после чистки. Для чистки я использую мусорка, сухая бумага, влажные салфетки и вот подручные чистящие средства. Что, зайчик? Макара, маме, макара. Макара. Маме, мурат, прям. Так, значит, я хочу вам показать. Я подняла, то есть там же решетка у нас стоит. Под решетками вот такие вот штуки. Одно я зачистила уже. Вот сейчас вторую зачищаю. Это еще не зачищенная так выглядит. Видно, что, конечно, она уже прожженная, ржавая. Вот. Сейчас я все вычищаю. Вот от шкалупого я взяла ножек. Костя должен шпатель принять. Ну, вот так я тут натираю. Это все зачищаю. Уже, скорее всего, это еще год потянет. И уже надо будет менять его. Вот. Потом это все будет промывая. Потом все вот это будет внизу очищаться. У меня, скорее всего, его помоют еще. Здесь моют грей и моют. Ну, вот. И покажу вам, как будет дальше. Очень много жира. Очень уже все прогоревшее. Так, значит, вот эту часть я уже вот так прошла. Основной мыю вот так вот сняла. Я тут снимаю вот жир, да? Это уже я вычистила, выбросила в мусорку. Это сейчас вторую. Вот так вот я зачищаю здесь. Просто шпатель дешевокий. Вот так вот прочищаю. И вытаскиваю это все на бумажку. Видите, какой чистенький становится. Вот так вот. И так продвиваюсь по всему мангалу. Значит, основной мусор я выбросила. Давайте, Габи. Вот. Это когда вычистился основной мусор и основной жир. Сейчас я буду натирать это все, протирать бумагой. Более так аккуратно впитывать этот весь. Ну, не впитывать жир, а протирать его. Потому что уже чисто, уже приятно. Уже гореть не будет. Вот. Так что намного приятнее посмотреть на барбекушницу нашу. Когда она уже чище. Что, лучше уже я не вымою мис. В общем-то, мне нет смысла еще на один год вымывать этот весь. Это жир, да? То есть жир тяжело вымывать. Ну, я считаю, что я так достаточно прекрасно его вычистила. Сейчас я всем покрою, всеми слоями. И немножко разогрею, чтобы прочистить и жир лишний, который я очистила, чтобы он стек со стенок. Там есть еще внизу такая штука, она висела на вот этой подставке. Я ее тоже помыла. Там скопила нас куча жира, конечно, за 4 года, за 3, которые у нас есть наша барбекюшка. И все. Покажу вам потом еще, как это получится. Все, сейчас проколю. Все, чтобы все вычистилось. Оп. И все. Когда уже раскалился, я его очистила щеточкой. А сейчас просто вот влажной бумажкой на вот этих щипчиками держу. И протираю, чтобы вот он был более чистый, чтобы этот жир снять. А потом еще уже, когда я буду готовить, перед самой готовкой, сейчас я просто подготавливаю перед гостями. Я, ах, неудобно левой рукой, я еще луком промою, но это уже больше как и дезинфекция, и мясо, говорят, что он вкуснее. Ну, не знаю. Ну, вот. Так что вот такая вот процедура. Незамысловатая она взяла. У меня почти час времени его повымывать. Вот такой вот теперь он чистенький. Так что вот вам на заметку, кто боится чистить жирный мангал. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok